как правильно слышать и слушать себя и того, с кем беседуешь почему мы часто не слышим собеседника, потому что в этот момент вы заняты внутренней болтовнёй человек вам что-то говорит, он сказал какое-то слово, это слово или фраза может быть вам не понравилось и вы сразу с собой начинаете вести такой внутренний диалог что что-то он не то сказал я где-то читал, а наверное это вот так вот он в это время продолжает что-то говорить, а вы уже не слышите, потому что вы уже увлеклись разговором по телефону сами с собой почему за рулем нельзя разговаривать? потому что создается аварийная ситуация когда вы на дороге начинаете говорить по телефону и вы от дороги отвлекаетесь то же самое и здесь слушая кого-то, то есть начиная разговаривать с собой вы соответственно отвлекаетесь от разговора или от того человека с которым вы общаетесь и то же самое чтобы услышать себя, то есть как мы можем услышать себя когда там постоянно вот эта болтовня, болтовня и болтовня то вы вспоминаете, то о чем-то мечтаете вот аспект интуиции как раз он очень хорошо вскрывается когда у вас ум замолкает потому что вот эти все интуитивные вещи они открываются как раз во внутренней тишине почему многие такие инсайты вот происходят в темноте когда вот в такой уединенной медитации да там сначала иногда приходится делать много практик для остановки внутреннего диалога убирания вот этой болтовни но тогда открывается пространство где вы начинаете видеть себя, видеть человека с которым вы общаетесь, слушать его но даже сейчас я вот вам что-то говорю с чем-то вы не согласны, с чем-то согласны и у вас в головах какие-то свои все равно тоже мысли на сатсангах мыли вы или нет иногда замечаю что вот мастер говорит и люди такие сползают и засыпают просто просто их ум отказывается от этой информации он пытается ее блокировать а как он может блокировать ну или потерять сознание или проще всего уснуть только чтобы не слышать того что говорится потому что он понимает что он в опасности что та сущность которая сейчас говорит через этого человека она выводит его на чистую воду да то есть и он пытаясь избежать этого маскируясь засыпает и вот часто люди так это вот Тоша кстати дословно не помню кто-то его спросил как ты там ведешь сатсанки, как ты там заканчиваешь их я начинаю говорить вижу люди засыпают засыпают когда я вижу почти все уснули я просто разворачиваюсь и ухожу иногда просто не хватает энергии чтобы она была совмещена с той энергией говорящего и они просто ни в одной плоскости та энергия которая идет как бы потоком условно так сверху да то есть она как бы гасит вот эту твою энергию человек просто вырубается перестает понимать вообще что происходит так вот как бы в прострации находится поэтому чтобы слышать кого-то надо сначала самому замолчать ну и себя то же самое вот часто люди говорят они говорят те вещи которые знают да которые вот они подумают что сначала подумай потом скажи если бы я так действовал я бы наверно вообще ничего не смог бы сказать потому что когда вот это говорится можно сказать что говорю не я то есть что-то происходит иногда вот даже смотря вот эти видео которые Илинка записывает я так слушаю с удивлением думаю как будто не ты говоришь голос твой а вот информация как будто идет совершенно какая-то непонятная потому что иногда удивляешься откуда ты например это знаешь да у тебя этих файлов не было нигде откуда-то вот какая-то проходит информация то есть тоже такая интересная штука поэтому чтобы даже вот есть потоковое творчество и коммуникабельность вишутха чакра вот она как раз позволяет вот этому потоку выражаться потому что часто она запирается как раз умом да что вот это я скажу это я не скажу вот он оценивает это можно говорить это нельзя а когда идет поток это вот называется потоковое творчество как Высоцкий там сидел в самолете брал пачку сигарет писал стихи то есть через него шло вот это не то что там рифмы какие-то составлял там складывал потому что у нас есть еще чакра творчества это Сватхистана это тоже чакра творчества но там творчество такое профессиональное то есть вы научились и потом получаете удовольствие от того что вы творите но сначала вам надо как бы этому научиться ноты выучить или там краски как смешивать а некоторые берут просто рисуют или музицируют каким-то потоком через них это идет и это творчество проявляется вот как раз через горловую чакру вишутха вот там когда идет поток вы ни о чем не думаете вы наоборот даже иногда говорите сами слушаете что вы говорите и вам даже становится интересно как будто вы сидите где-то со стороны наблюдаете слушаете поэтому это все практики как раз остановки внутреннего диалога затихания ума тогда человек как-то начинает уже слышать другого вот так же как вы слушаете музыку да вот пришли на концерт особенно там классической музыки или органы вот часто люди просто закрывают глаза погружаются в такое состояние и впитывают слушают эту музыку и они ее действительно всю впитывают все слушают потому что на эти ноты да на эти звучания у них нету как бы проблем оценить вот это умом да вот они просто наслаждаются этим а когда мы с кем-то разговариваем часто мы просто у нас есть свое мнение и мы часто мнение наше противоречит тому что говорится и все время возникает какая-то конфронтация и нам надо часто о себе заявить тоже чтобы как-то себя выразить иногда там перебить это лечится как раз вот тихомированием ума и остановкой внутреннего диалога то есть чем чище ваше внутреннее пространство тем больше туда может попасть какой-то информации что с этой информацией делать вы уже потом будете определять сначала эту информацию надо хотя бы получить немножко почувствовать но это будет только информацией то есть вы как бы верите тому что говорит человек но еще не знаете вот как я поверил что практике надо делать это хорошо я еще не знал я просто принял на веру но потом я стал это проверять я стал практиковать и эта вера переросла в знание что практике да это хорошо и сейчас я тоже готов все это подтвердить что только через практике вы сможете чего-то достичь потому что книга о вкусной здоровой пище она вас не накормит надо практиковать эти рецепты да то есть надо там кастрюлю достать что-то еще там натереть на терочке достать все ингредиенты все это смешать там сервировать тогда вы сможете это вкусить а читая эту книгу кулинарную с санцитом вы не станете вы будете знать кучу рецептов вы можете выучить ее от корки до корки я сейчас смотрю тоже многие читают мастеров да то есть особенно те кто обладают хорошей памятью потом просто их цитируют вот но чтобы цитировать вот эти все мудрости надо их сначала пережить потому что если вы это цитируете как бы от балды не пережив сердцем да то есть не прожив этого состояния эта информация не будет иметь энергии она будет так просто летать хотя тоже может кого-то зацепить поскольку все-таки она идет из таких источников которые ну скажем так связаны напрямую с источником всего но тем не менее что как только мы начинаем выражать даже истину истинно перестает быть истиной поскольку мы включаем туда себя а какой бы человек не был пробужденный реализованный то есть все равно его личность все равно будет присутствовать то есть она будет добавлять вот в эту чистую воду немножко своего вкуса и тем более что это будет восприниматься тоже людьми с разными позициями и одно и то же слово в конце концов передаваясь передаваясь оно может потерять свое такое некое значение сейчас вот есть такая игра кстати люди становятся в цепочку в затылок и последний по плечу хлопает предыдущего и показывает ему какой-то там танец или жест там вот тот такой да все понял поворачивается и передает этот жест следующему и каждый немножко изменяет что-то вносит свое и когда потом когда доходит до последнего и тот показывает первому то есть тот жест который тот показал то есть эти жесты абсолютно разные вот так же можно извратить и учение какое-то часто это делается и религиозными деятелями которые в общем-то из чистоты шло знание но кто-то воспринимал там делал что-то свое то есть передавалось передавалось это все хотя тоже вот те знания которые давались людям того времени то есть тогда и были люди другие да то есть тогда может быть иногда бывало совесть чище люди были более честные например там раньше воины те же да то есть когда был культ воина то есть воин к врагу всегда относился с уважением если он там кого-то убил то есть он там с почитанием мог его похоронить то есть он не ходил там не пинал его потом уже полумертвого ногами всегда это было с уважением даже принцип лежачего не бьют то есть это как бы из кодекса воинов а со временем это растерялось и сейчас только надо быстрее добить уронил тогда добей и все будет хорошо и соответственно та информация которая была раньше она немножко перестала соответствовать вот этому миру поэтому часто люди вот этого мира не всегда понимают ту информацию которая идет к нам из прошлого там из тех же ветом из аверведа или из тех мастеров которые говорили в прошлом поэтому надо сначала себя почистить убрать какие-то все наносные вещи создать в себе какое-то ну более-менее талонное состояние оно у всех одинаково и в прошлом и сейчас есть заповеди божьи то есть йога начинается с ямы-неямы то есть там тоже есть свои заповеди установки которые очень близки заповедями божьими но все это по сути называется совесть то есть все о чем рассказывается не убей не укради то есть это все называется совестью совместная весть которая присутствует в каждом на таком генном уровне и есть фразы там как это сейчас уже точно не помню ну что где работаешь как бы там и надо воровать что-то такое и вот все там пользуются там если кто-то готовит пищу там домой еду приносит если кто-то красит стены там краску домой приносит но по заповеди есть заповедь не укради и если вы начинаете жить по совести вы понимаете что если у вас что-то украли вам становится неприятно и понятно что если вы что-то у кого-то украли тому человеку тоже неприятно почему же вы эту неприятность не транслируете дальше в мир и делаете то же самое наверное вы не хотели бы чтобы вас убивали или убивали ваших близких родных но тем не менее поглощая пищу животную, которая всегда связана с убийством в общем-то мы об этом как-то так ловко забываем многие вещи они которые в общем-то раньше были прописными то есть это написано для чего? чтобы люди которые неосознанные хотя бы сначала это прочитали потом действовали пускай там под страхом кары божьей или еще чего-то потому что кто-то не украдет не потому что ему совесть так говорит а потому что там бог накажет ну пускай сначала из страха хотя это не так работает как из честности но вот этими постулатами этими заповедями совестью когда ты очищаешься тогда ты начинаешь понимать уже о чем вообще говорили древние люди потому что они были чисты чисты и честно потому что очень важна честность и с другими и с самим собой пока вы не будете честны сами с собой наверное сложно будет и честными быть с другими поэтому вот это не надо практиковать я думаю надо но я займусь чем-то другим там хотя я себе обещал пообещал так выполни